Шалом, дорогие друзья! Мы начинаем наш подкаст «Вои край» и сегодня я хочу представить гостя Йосеф Шулинина. Йосеф Шулинин — уникальный персонаж, как я говорил раньше когда-то в Харькове о интересных личностях. Я тоже уникальный персонаж. Он родился в городе Тюмень, уже удивительное начало жизни. И потом он прошел Ди-Юр, он стал евреем. Сейчас он расскажет, как это он стал евреем. Потом он стал директором «Виверк» и работал вместе с создателем Адам Ньюман. Его зовут создатель «Виверк», это 35 миллиардов стоил этот бизнес. И после этого он сейчас работает в «Рабануте», это где работают военные равины, он работает военным равином. И он занимается такой деятельностью, которой я вообще даже не могу сказать о ней. Но я думаю, в процессе мы с ним обсудим и это. У нас с ним будет подкаст, я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь задавать вопросы мне. И вы, дорогие друзья, можете задавать в комментариях свои вопросы. Потом я второй раз буду приглашать гостя, мы будем обсуждать. И можно задавать вопросы следующему гостю. И знайте, что среди всех, кто задает вопросы в комментариях в Ютьюбе, я разыгрываю свои книги с подписями притчи царя Сламона, с благословением и дарственной надписью. Йосеф, шалом! Привет, Ацхак! Большая честь участвовать в своем подкасте. Мы не так давно, как два года назад познакомились. И каждая встреча с тобой для меня — это какой-то такой творческий процесс. Я очень рад, что это достигло такого определенного апофеоза, творчества в том, что мы встретились в этом подкасте. Кстати, интересно, что видео, которое ты снимал когда-то, и на Инстаграме 12,5 миллионов просмотров. Это Рилс, который как раз ты снимал, три закона «Как не стать бедным», по-моему, что-то такое. Это было одно из первых видео, которое мы с тобой снимали. И я его, конечно, добавил в кейс-стадии, когда я с клиентами общаюсь. Скажи, пожалуйста, давай начнем сначала. Как ты решил стать религиозным евреем? Почему и зачем тебе нужны эти все заповеди, вот этот весь головняк, эти все типы, цициты, шабаты? Для чего? Отличный вопрос, прежде всего, потому что этот вопрос, этот рассказ, он характеризует во многом, наверное, всю мою жизнь. Я с детства знал, что я еврей. Я еврей по отцовской линии. И только когда приехал первый раз в Израиль на Таглид, узнал, что, оказывается, я не еврей. И тем не менее, имею право сделать алью в Израиль, получить гражданство и быть совершенно таким же гражданином, как главный раввин Израиля, скажем. Да. И меня эти два факта, они очень сильно потрясли. Мне было тогда 24 года, я уже был женат. У меня уже жена была на последних месяцах беременности. Первым ребенком. Первым ребенком. Это было вот в 2012 году. И эта поездка, она очень сильно повлияла на меня, потому что я подошел действительно осознанно к ней и задался вопросом. А кто я на самом деле? И куда я вообще иду? Что будет дальше? А жена была в это время в Москве? В Москве. На седьмом месяце беременности. И когда я приехал, она подумала, что меня или завербовали в секту, или я сошел с ума, потому что я ей сразу сказал, мы едем в Израиль и, скорее всего, будем проходить гиур. Она была в шоке. Этот процесс был небыстрый. Первые полтора года мы все документы собирали. Это заняло много времени. Это тоже такой момент, когда кто-то мне сказал, Иерусалим нужно заслужить. Вот полтора года. Почему? Ну, ты еврей по папе. То есть, ты имеешь право на репатриацию. Ты еврей по всем законам обычного мира, где по законам все, кто кроме евреев, идут по папе. Да. И все, и ты по папе, значит, идешь, ты еврей. Папа еврей, ты еврей. Все, зачем тебе нужно это? Не папа, я по дедушке вообще еврей. По дедушке тоже нормально. Значит, по дедушке папа твой, значит, по папе еврей, значит, и ты по папе тоже еврей. Зачем тебе нужно было вот брать на себя вот этот ввоз тяжелейших ограничений на себя, на свою семью? Я знал, что это непростой процесс. И поэтому это был долгий внутренний диалог и диалог с моей женой. А у нее есть кто-то еврей или никого? У нее тоже дедушка предположительно еврей, но нет документов. В Польше, там, в Украине все потерялось. В общем, это долгий такой был процесс диалога и внутреннего, и внешнего, в котором мы в результате поняли, что это нам подходит. И я стал задаваться вопросом, а что это вообще значит быть евреем? Просто получить гражданство Израиля и путешествовать там в сто сколько-то там стран без визы? Или это накладывает на меня какие-то еще обязательства? И насколько мне это важно? Я понял, что для меня очень важно быть евреем не по документу, а по сути и служить как еврей. А что это тебе дает? Ну что тебе это дает? Ограничение понятно, но что было, вот смотри, начальше весов. Ты вкладываешь в служение Богу, например, в день там, я не знаю, если субботой, ну 20% времени уходит из обычной жизни. Ну возьмем, именно на обязательства, на то, что ты должен. Шаббат и так далее. То есть ты включаешься в другой мир. Ну то есть если серьезно относитесь к Ди-юру, я всех отговариваю, кто хочет пройти Ди-юру, я всех отговариваю. Потому что это действительно потом, это может быть непосильная ноша, если искренне к этому относиться. И что тебя побудило в момент, когда ты имел возможности, ну все возможности, паспорт есть, хорошая работа есть, виверк, ну все у тебя есть, да? И ты берешь на себя вот эту ношу, ради чего? Что на второй чаше весов? А тут уже более глубокий вопрос. Не только кто я, а кто были мои предки и что было важно для моих предков. И как эта традиция в моей семье расщепилась и в общем-то я остался вот таким вот одиноким осколком большой глобальной традиции, большой семьи, в которой я предполагаю раввины были, это даже неизвестно. И что мне с этой всей информацией делать? Я понял, что для меня это действительно важно. Для меня важно служение Богу как еврей. И поэтому мы пошли до конца и сделали гиур. И для нас также важно было, что мы когда сделали Алию, еще не будучи евреями по Аллахея, до... Алия-то подняться в Израиль. Когда переехали в Израиль, да. Мы попали в кибуц религиозных сионистов, где все не так ортодоксально и не так строго, скажем. И при этом традиция, естественно, интегрирована в современную жизнь. И это очень сильно и меня, и жену подкупило, и мы поняли, что это вот тот стиль, который нам подходит. Это ортодоксальная традиция, там соблюдается шаббат, кашрут, все праздники, все традиции. Но при этом люди работают, люди служат в армии, люди общаются друг с другом, есть какие-то мероприятия и так далее. И для нас важно было не вычеркнуть там все прошлое, а мы до этого с женой уже были в браке больше пяти лет и жили каким-то своим таким светским столичным образом жизни и так далее. И для нас важно было взять то, от чего мы не готовы отказываться, какую-то светскую жизнь, какую-то профессиональную реализацию, успех, все вот эти атрибуты, и интегрировать их с традицией. И у нас, я считаю, это хорошо получилось, и сегодня я вижу в этом даже миссию. Почему я так открыто говорю про ГИЮР? Немногие люди, которые прошли ГИЮР, готовы говорить, я не был евреем, а теперь я еврей, смотрите какой я. То есть ты пропагандируешь ГИЮР, а я говорю, не надо. А я пропагандирую ГИЮР, и знаешь почему? Потому что я продукт очень жесткой советской ассимиляции. То есть я какой-то вот абсолютный отщепенец от еврейской общины, который тоже получал от антисемитов по лицу. И таких, как я, очень много. И в этой алие, которая с 14-го года приехала, их большинство. И они ничего не знают про еврейскую традицию. Мне повезло, я попал в кибуц, в котором это все преподнеслось вот так вот, достаточно доступно. Я всегда говорил, что самый несчастный человек — это Рабинович Абрам Абрамович, у которого бабушка по маме не еврейка. То есть он для всех не евреев, он еврей. И он, ну тут вопросов нет, да, Рабинович Абрам Абрамович по всем признакам. Но у него бабушка по маме не еврейка. Для евреев он не еврей. Для не евреев он еврей. То есть он там не свой. И здесь как бы он, ну для тех, кто соблюдает закон, он прекрасный человек. Его все любят, но он не является евреем. Понимаешь? А самый счастливый знаешь кто? Самый счастливый — это Иванов Иван Иванович, у которого есть бабушка по материнской линии еврейка, который в синагодии его приглашают к Торе. Он там втайне обрезанный, наверное, да. Но он может быть при этом совершенно принятый во всех нерелигиозных кругах, не еврейских кругах тоже. Вот понимаешь, это очень характеризует мое поколение в частности. Потому что среди людей моего возраста и младше, кто в Израиль сейчас едет, особенно на фоне того, что происходит в России и Украине, как раз много вот таких людей. И с одной стороны, которые евреи по аллахе, но у них не ярко выражена еврейская идентичность. А с другой стороны, сионисты, такие, как я был, когда приехал. Но при этом без понимания вообще, что такое еврейская традиция. Так, а что для тебя служение Богу? Давай тогда мы уясним. Ты хотел служить Богу, как еврей по религии. А вот что для тебя служение Богу? Что такое Бог вообще, что такое служение? Вот как это ты для себя лично объясняешь? Бог — это Создатель. Создатель всего сущего, Создатель мира, Создатель меня. А Он какой сам? Он какой сам? Написано, что мы не можем его изобразить, поэтому какой он? Ну а как ты его представляешь себе, вот Создатель? Я представляю его как высший разум, который относится к нам, как к своим творениям, как отец относится к своим детям. То есть некий разум, как некая идея. Некая вечная идея, вечный всеобъемлющий разум, который присутствует во всем и наблюдает за всем, и все, что происходит в мире, происходит по его воле. И я в этой картине мира, у него есть какой-то план на меня. Так вот моя задача, как еврея, раскрыть для себя этот план и быть инструментом в его руках, чтобы я сделал все, чтобы воплотить конечное предназначение мира. А в чем разница тогда, если ты выполняешь его пройдя деюр и не пройдя деюр? Тоже же план есть? Тоже есть план, абсолютно. Но мне так легче было. Я думаю, что это для меня был чит-код. У меня все-таки есть еврейские корни, и я всегда себя ощущал евреем, поэтому то, что я сделал, я сделал геюр, это такое восстановление исторической справедливости. Самоидентификация. Самоидентификация и исправление. Тикун-о-лам то, что называется. Тикун-о-лам, исправление мира, нужно начать с себя. Это как бы звучит, как такие высокие фразы, но я действительно так чувствую. И ты считаешь, что это был план Бога, что ты реализовал план Бога насчет тебя. А значит, тот, кто не прошел деюр, он тоже реализовал план Бога? А тут нужно задать себе вопрос, кем человек себя ощущает. Потому что, как написано, все души геров, неевреев по Аллахе, стояли у горы Сина и получали тору вместе с народом Израиля. И если у человека есть это естественное стремление к еврейскому народу, даже на уровне сионизма, то, что люди приезжают сюда, вдруг узнают, что у них есть там какой-то дедушка или какая-то бабушка, а что в них это говорит, что для них это значит. Абсолютно не для всех подходит Гюр, ты абсолютно прав. Тот человек, которому все эти заповеди чуждые и так далее, для него не подходят. Но как минимум нужно узнать. А вот моя бабушка, которая мне дала там это право на возвращение, она как соблюдала шаббат? Она что делала? Она точно соблюдала шаббат? Ну, про бабушка, может быть. Хорошо. Но есть сипур, есть история. Да, какая? Про тебя или про... Про меня. На меня очень сильно повлияло дздака, отделение десятины, благотворительность. У меня был бизнес после того, как я вернулся с Таглита. Я открыл бизнес, один из первых каворкингов в Москве. И я открыл его не в сезон, и у нас не было первых несколько месяцев вообще клиентов, и я по сути разорился. Все деньги, все накопления спустил, нас занимало очень много долгов. Жена думает, ну вообще попало, да, я беременная, муж приехал, говорит, мы уезжаем. Уже родился сын, и тут еще куча долгов. И на этом фоне я стал ходить в синагогу, стал начинать уже соблюдать шаббат. Еще на машине приезжал в синагогу, но уже не пользовался телефон. Какой ты приезжал? Это на чистых пурдах, Бейтхаббат на чистых пурдах. Да. И потом мы были в другой, в которой мы тоже, кстати, с тобой встречались, у Алияков. Да-да. Тоже на чистых, там на Китай-городе. И мы стали с женой постепенно соблюдать шаббат, и вопрос вот этой вот постоянного недостатка, постоянной нехватки денег, он все время стоял. То есть я буквально не знал, завтра будет у нас чем питаться, платить за базовые какие-то вещи. И в какой-то момент на шаббате один из основателей общины подвыпил и говорит, приносите цдаку, приносите благотворительное пожертвование в синагогу. И я подумал, какая-то странная такая концепция, что-то отдать, чтобы что-то получить. Но буквально там через месяц мне приходит проект, организация мероприятия, и я понимаю, что он сам пришел. То есть я ничего не сделал, этих денег могло бы и не быть. А возьму, отделю десятину. Пришел и положил в эту копилочку в синагоге, сто долларов, а тысячу долларов отделил. Да. И на этой же неделе или там через две недели приходит еще один такой же проект, сам собой. Я начинаю отделять, 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 и вдруг это начинает работать, и ко мне начинают приходить клиенты какие-то старые, заказывать большие мероприятия, тренинги там по всем городам России на тот момент. И я полностью рассчитываю с долгами. Тут надо сказать, что в какой-то момент кредитор основной передала этот долг коллекторам чеченцам. И ты можешь представить, какая была кавана намерения молитвы. Да, да, да. И я стал отделять, отделять, и я буквально за два месяца рассчитался со своими долгами, а часть долга, которую я должен был собственнику помещения, он просто простил. И для меня это был просто шок. И в тот момент, когда я рассчитался со всеми долгами, естественным образом… Обычно в этот момент перестают отделять маосер и давать доставку. На самом деле это произошло, да. Это так же произошло? Произошло. Сейчас я вернулся с течением времени, потом произошла алия просто. Когда я закончил эту историю, естественным образом открылись врата Иерусалима. И мы смогли сделать репатриацию и переехать в Израиль. И тут уже другие истории начались. Но это как бы духовно-материальная практика, она на меня очень глубокое впечатление произвела. Я прям ощутил индивидуальное наблюдение Всевышнего за мной. Класс. Это очень часто бывает, что когда Бог дает человеку все хорошо, он говорит, какой я молодец, какой я молодец вообще, я просто красавчик. Когда что-то начинается в неприятности, он поворачивается ко Всевышнему и говорит, помоги. Всевышний помогает, и как только он выходит из этой ямы, он говорит, какой я молодец, ты реальная молодец. Вот, у меня, кстати, к тебе этот вопрос. Я вообще считаю, что человека характеризуют больше не его победы, а больше его кризисы. И я помню, что на мероприятии, когда ты выступал в Москве в общине, ты как раз рассказывал про свои личные кризисы, которые тебя привели в религию. Как тебе удавалось трансформировать кризис в успех и в какую-то личную победу и во что-то позитивное для себя? Ну, кризис так же, как у тебя. То есть, когда кризис, как тревога, так до Бога, начинаешь молиться, просить, плакать, и Всевышний слышит молитву, он обычно помогает. Теперь потом, потом в этот момент ты об этом забываешь, и начинается обычно новый кризис. Но я в какой-то момент, я придумал такую, как лайфхак. Я решил, что я не буду больше ждать кризиса в жизни. Я буду их создавать сам. Это у меня появилась моя личная стратегия создания кризиса, по которой я жил до 47 лет. Я подумал так, что раз мне Всевышний помогает только в кризисах, ну и я, в принципе, исправляюсь только в кризисах, так я себе сейчас организую кризис в виде цели, которую я себе поставлю, и которая у меня не достигнута, и я буду по этому поводу переживать, плакать и к ней стремиться. Заведомо большая цель? Чем я вообще думаю, что я могу в данный момент достигнуть. Я на этом сделал где-то, получается, я начал, в 33 года я начал свою тренерскую карьеру, и это стала моей визитной карточкой. Назывался я тренер по сверхдостижениям. То есть я считал, что если ты ставишь себе сверхзадачу, которую ты вообще не понимаешь, как выполнить, и ты не можешь ее выполнить, то ты создаешь в себе кризис, потому что у тебя нету. Ты понимаешь, я не могу. Теперь, если ты из-за этого начинаешь искренне переживать и молиться, и просить, и так далее, то ты выигрываешь две вещи. Во-первых, прямо у меня была жизненная философия. Выгрести свою дозу страданий, но именно тех страданий, которые я сам себе выбрал. То есть я страдаю, реально мне тяжело, но эти страдания я выбрал. И так я начал двигаться, собирать огромные залы. Я помню, как я первый раз собрал 7 тысяч человек. Я даже вообще не думал, что это возможно. Когда мы продали 3 тысячи билетов, я хотел остановить продажи. А потом думаю, ну пусть будет уже проблема, так проблема. Мне было дико страшно, потому что я говорил, а как мы вообще эти... Ну, вдумайтесь, 7 тысяч человек в дворец спорта. Мы же не знаем, мы никогда этого не делали. И у меня вот моя команда, компания, они говорили, не волнуйтесь, мы справимся. Я думаю, ну что делать, только с Божьей помощью. Я иду молиться, они идут справляться. Слава Богу, мы справились, все. И так я жил с 33 до 47 лет в постоянном кризисе. Но этот кризис, он вел меня к постоянному росту, финансовому росту. То есть, слава Богу, все было хорошо, но я был недоволен. Понимаешь? То есть, если посмотреть, ну это была такая... Это была реально просчитанная стратегия, которую я создавал себе сам, как человек, который, например, идет окунаться в ледяную воду. Но нет, это больно, это страшно, это холодно. Но он создает себе кризис, который потом его спасает от мороза, от болезни, от простуды и так далее. То есть, это была моя стратегия. Первая цель большая какая была? Ну, все было связано с деньгами, с бизнесом, с работой. Была у меня еще одна сфера жизни, которая у меня не работала тоже до 47 лет. Это отношения с женой как раз. У меня были очень тяжелые отношения. В плане, ну вот, как бы, я действительно вел себя вообще очень плохо в семейных отношениях. В плане, я не уделял внимания ни жене, ни детям. Я уделял внимание, у меня кризис, у меня работа, как я могу, у меня времени нет. И жена очень от этого страдала. Ну, естественно, когда жена страдает, то она мужу не дает спокойно жить. Я тоже страдал. И меня все спрашивали, что ты так страдаешь? Я говорю, у нас же должен где-то страдать. Я говорю, я лучше пусть буду дома страдать, чем где-то в другом месте. У меня на работе страдание. Дома, но, слава богу, как бы глобальная система работает. И так я жил, у меня это была моя жизненная философия. Страдания неизбежны, и их надо выбрать себе. И я выбирал те кризисы, которые меня вели к росту, и там, где я мог, ну, как бы с этими страданиями можно жить. Это история стратегия. Например, царь Давид, когда на него восстал его сын Афшалом, который хотел его убить. И он выходит из Иерусалима. И выходит к нему навстречу Шиме Бенгера. И кричит на него, там его проклинает, и все. И военачальник Давида говорит, давай мы сейчас его убьем, как собаку. Прямо написано так в Танахе. Он говорит, нет, говорит, это не он на меня сейчас меня позорит, это Всевышний. Возможно, я сейчас искуплю свои грехи, которые меня привели к той ситуации, что у меня сын на меня восстает и идет войной. То есть он выбрал себе вот эти страдания, чтобы спастись от больших страданий. То же самое мы делаем, когда между 17-м Томузо и 9-м Ава, между Теснин. То есть это время, предназначенное для страданий. Значит, сказали наши мудрецы, возьми на себя еще больше страдания. Не пей вино, не радуйся, не мой себя горячей водой. Все. Я свое отстрадал. Вот это меня навело, возможно, на мою страданию жизненную. Я на этой неделе буквально в книге Шалама Аруша, кстати, которую ты подарил мне, читал про это, что человек, который, по-моему, в Мишне написано, что человек, который не испытывает страданий, даже маленьких, в течение 40 дней подряд, он лишается будущего мира. Но маленькими страданиями можно считать, даже если ты засунул руку в карман, чтобы достать три монеты, а достал две. И поэтому эта книга с благодарностью, и в ней написано, что каждая неприятность в этом мире, особенно маленькая, должна встречаться с большой благодарностью, что на твою долю выпало вот это вот страдание, а не какое-то большее, и что это страдание тебе покупает твой пропуск. Это уже, с этой книги началась моя новая технология, это была уже часть. В 47 лет я понял, что я уже все равно выгорел от этих, то есть все равно это не жизнь, ты все равно страдаешь, и неважно, ты страдаешь, ну, как бы оно проще, когда у тебя запланированное страдание, но это все равно страдание. Я в 47 лет уже и страдался, и я начал новую стратегию. Новая стратегия — это, а почему человек страдает? Зачем Бог, добрый Бог, который любящий, почему дает человеку страдания? Вопрос. То есть он же хочет, чтобы мы получали радость от жизни, удовольствие, он, именно Бог — это добро и свет, и любовь. И что, он хочет, чтобы мы страдали? Нет, он не хочет, чтобы мы страдали, он хочет, чтобы мы духовно росли, и, выполняя его заповеди, приближались к нему и к своему реализации своего потенциала. Теперь он для этого сделал два ворота. Есть ворота благодарности и любви. Это вот две главных заповеди. Бояться Бога и любить Бога. Теперь, ну так как через ворота любви к Богу никто не идет, ворота пустые, то ему приходится всех гнать через ворота страдания. То есть страдание — это пробуждение человека, чтобы он задумался и начал молиться. Но если он молится очень хорошо и много, и он на связи с Богом через любовь, то Богу не нужно пробуждать его через страдания. Я начал идти путем благодарности. Вот я уже, получается, четыре года, я иду через другой путь. То есть я полностью иду через счастье, через любовь, через благодарность. У меня вообще нет страданий. Я перестал придумывать себе цели. Вообще, в какой-то момент я вообще перестал придумывать цели. Уже все, что Бог дает, спасибо Всевышнему. И оно настолько легко стало. Я расслабился. У меня прекрасное отношение с женой. Слава Богу. Я стал дедушкой. У меня полностью жизнь вообще стала, слава Богу, миллион раз другая. Почему? Потому что я свою дозу связи со Всевышним ежедневную, которая, наверное, по плану Всевышнего у каждого должна быть. Я ее сейчас, эту дозу, принимаю через благодарность и через любовь. И поэтому, слава Богу, вообще еще раз миллион раз, спасибо Всевышнему, слава Богу, миллиард раз. И мне и хорошо, и да, я не достигаю какие-то цели. Так, а цели, это же ты сам себя загнал в состояние нехватки. То есть цель это есть кризис, только созданный самостоятельно. Человек себе закидывает камешек, ну там, кто куда. Я хочу вот это. А что ты это хочешь-то? Ну, что значит, я хочу это? Это значит, ты в мыслях представил, что когда ты это получишь, тебе будет хорошо. Ну, это же ты сам придумал себя. А может, не будет хорошо. А может, ты, но сейчас-то тебе, чем я больше хочу цель, тем хуже мне без нее. То есть человек создает целями растяжку вот эту, которая является страданием. Дальше он гонится, преодолевает это страдание, чтобы поймал он эту цель. Но он настолько привык, мы же роботы, мы машина. Мышление – это очень автоматизированная история. И из-за того, что мы привыкли только к такому виду жизни, то мы догнал эту цель. Вот у меня сегодня из Тюмени как раз один из клиентов в коучинге, которого я сейчас переучиваю быть счастливым. А он говорит, я работал, я по пять дней не выходил из офиса. Он работяга, он привык, он из Тюмени, он работал вахтами. Он говорит, я вахтами привык работать. Я выезжал, мы работали по две, там, по три смены, только спали, работали, спали, работали. Он говорит, я понимаю, что я могу только так жить, я по-другому не умею. А сейчас он уже заработал много денег. Он говорит, я не понимаю, зачем дальше. То есть, ну, я прихожу всех там тиранью, все, мне плохо. Я ему говорю, что у тебя хорошего было за последние две недели там. И он, мы сели, перечислили. Он говорит, блин, а зачем я за этим гнался, если я сейчас даже не могу вспомнить и даже не радуюсь и не ценю. И, ну, и так далее. То есть, на этом построена вот вся система. Вот тут у меня к тебе вопрос профессионального характера. Ты долго занимался темой успеха. И сейчас ты как раз рассказываешь про высокие цели, про сверхдостижения. Раньше рассказывал, до 47 лет. Сейчас нет. Да, да. И буквально, на самом деле, недавно ты осознанно переключился на тему счастья. И у тебя есть курс по счастью. И ты глубоко изучаешь эту тему. Прошел, получил дополнительное образование по этой теме. Вот в чем разница, после всего, что ты изучил, в чем разница между успехом и счастьем? И почему ты сделал этот именно переход? Успех — это, как я давал определение раньше, да? Успех — это когда ты сделал себе план. Вот у меня есть цель, вот план. И ты идешь по этому плану, и ты успел сделать все, что ты хотел. И это принято называть успех. И успешных людей нет вообще, в принципе, нет. Потому что никто не успевает сделать все, что он хочет. Все люди, которые... Тут у него там он денег заработал, а у него может семьи не быть. Другой у него есть семья. Он там семью хотел — получил. Бизнес хотел — получил. В это время здоровье у него закончилось. Нет человека, который бы получил все, что он хотел. Особенно среди тех, кто ставит цель. Среди них таких нет вообще по определению. Потому что... Ну, возьмем вот, например, там какой-то успешный инфобизнесмен. Я заработал миллион, и все. А потом спроси его, а чем ты остальное время занимаешься, когда ты в подкасте не снимаешься? Я на таблетках, антидепрессантах, хожу по психологам, у меня там... Но изначально-то он ставил эти цели, чтобы быть счастливым. Почему он не счастлив? А люди вообще не задумываются, зачем они живут. Потому что каждого включают с детства в какую-то игру, в какую-то гонку, в какую-то систему координат, в которой он ее не выбирал и не проверял. Потом его включили в эту систему координат и дали ему такую как бы заметочку. В этой системе есть программа, смотри, что делают другие, делай то же самое. Теперь он смотрит, ему же этот с подкаста говорят, я, значит, для меня миллионы, я хочу летать, все. А потом, если глубже копнуть, я недавно слушал, ну, такого там, инфобизнесмена, и он говорит, я, говорит, вот у меня постоянная депрессуха, и у меня единственная возможность из нее вылазить, это я себе придумываю какую-то цель новую, я за ней ломлюсь, и все то время, пока я о ней мечтаю, у меня, я выхожу из этой депрессухи, и мне есть чем заниматься, и я к ней стремлюсь, потом я ее догоняю, если догоняю, у меня после этого я там, ну, он не говорит, что он бухает, но, скорее всего, он бухает, потому что потом он как бы, ну, он же устал, пока гнался за этой иллюзией, и дальше ему нужно единственный вариант придумать новую иллюзию, за которую гнаться, это как морковка, ослика, которого на палочке он за ней гонится, она на нем уже. Так, а что тогда счастье? Счастье — это состояние внутреннее, которое, это эмоция, вот эмоция — это ощущение, счастье — это ощущение, которое человек обычно испытывает в моменты, когда у него закрывается какой-то его дештальт, вот он достиг то, что он хотел. Теперь он может моментно испытать это счастье, все испытывали счастье моментно. Теперь, но у большинства людей это именно ложка меда в бочке дегтя, потому что так как у него в остальное время, он живет в мире, стрессе, кризисе, недостигнутые цели, то у него вот эти моменты, эти ложечки меда, которые он испытывает, он называет их счастьем. Теперь счастье, которое мое счастье, которое в Академии счастья, которое «10 шагов к счастью», это 10 программ мышления, которые нужно в себе, чтобы перестроить эти программы с выживания. Вот мозг по умолчанию, он настроен на выживание. И дальше по умолчанию человек рождается, мозг настроен на выживание. Дальше окружающая среда создает для него условия, он под нее подстраивается, вырабатывая программы, опять же, под выживание. Дальше человек попадает в концепцию, что надо бежать за целями, быть успешным, а я не успешный. И он, опять же, приучается, тренируется десятками лет жить несчастливым. Теперь я нашел 10 программ, перестроив которые, ты создаешь внутри в мозге, назовем это программа наслаждения, процветания. Это не я придумал, это в 1998 году появилось направление психологии, позитивная психология. Мартин Селигман, великий ученый, глава психологической ассоциации Америки, он сказал, что обычная психология, она не может человека сделать счастливым и даже вылечить. Он был один из крупнейших специалистов в мире по депрессии, по приобретенной беспомощности. Профессор, ну, то есть это мир науки, наути такой прямо, ну, самое академическое. И он начал изучать мышление счастливых людей, мышление людей, которые живут и процветают. И он, позитивная психология, это абсолютно научная доказанная система, которая объясняет, как мыслят счастливые люди. То, что сделал я с помощью инструментов, тренинговых инструментов, коучинговых, я придумал, как эту систему внедрить. Потому что одно дело понять, что спорт важен, другое дело даже осознать, что спорт важен, третье дело понять, как спорт влияет на организм, но все это абсолютно не помогает стать здоровым. Потому что стать здоровым нужно ежедневно тренироваться. И неважно уровень твоего понимания здоровья. Важно именно поверить, узнать и делать. Вот у меня система это как… Причем если я перестаю делать, я тут же проваливаюсь в режим по умолчанию, режим мозга по умолчанию, несчастья, выживания. Значит, видеть везде полупустые стаканы потенциальной опасности, тревога, чувство вины. Это очень сильные негативные эмоции, которые когда-то очень сильно помогали людям спасаться в их короткую несчастную жизнь. Жизнь была очень короткая, несчастная. Еще в 50-м году средняя продолжительная жизнь была 47 лет. Мне сейчас 51. Да, просто GPT-чат. Какая была продолжительная жизнь в мире в среднем 50-м году? 47 лет. Но сейчас и в эти 47 лет реально надо было выживать. Еды нет, тебя все хотят убить, там страхи, ужасы. С дома вышел, не знаешь, зайдешь обратно. В Израиле 47-й год был просто страх, голод, война и так далее. Да, действительно, в то время эти программы выживания были очень нужны. Но сейчас, когда человек живет в полном комфорте, в кайфе, и люди просто мучают себя этим стрессом, сами мучают себя этим стрессом, как я себя мучил до 47 лет. Ну вот это важная тоже тема, когда мы говорим про счастье. Это осознание конечности собственной, конечности всего и вся, все, что тебя окружает. И вот ты упомянул, что я в армии, я призвался в армию в эту войну. И это был один из счастливейших моментов моей жизни, надо сказать, что происходит война, полный кромешный ад, кругом вообще. Все вот эти новости ужасные. И меня берут в армию, я поступаю на краткий курс молодого бойца и сразу в Милуим, не на самую простую должность, сейчас упомянем про нее. И это был один из моментов, когда я испытал счастье и начал более систематично и структурированно молиться и возносить благодарственные молитвы Всевышнему за все, что у меня есть, за ту миссию, которую он мне дал, при том, что я никогда ничего подобного не делал. Я служу в военном равенате, как ты правильно сказал, не равином, а просто военном равенате, в роте опознания тел. Там привозят тела бойцов, которые пали в сражениях, и наша задача их как можно быстрее опознать, чтобы специальные люди уведомили их семьи. В Израиле это свято-человеческая жизнь и свято все, что связано с погибшими героями, поэтому это все как бы очень строго по процессу происходит у нас. И это нелегко. Я всего лишь до этого был два раза на похоронах, до того, как мы вернулись сейчас. Я вообще не представляю, как ты это сделал, потому что для меня вот эта часть жизни, очень, ну как для любого человека, это страшно. Это страшно на уровне физиологии. Видите, я только один раз был на похоронах, когда мой отец ушел из этого мира, и это очень вообще все такое… Это как раз включает выживание. Вот мне интересно, твой опыт, твой мозг вот этот вот инстинктивный, который отвечает за выживание, он, наоборот, стал спокойнее после этого, что ты столько видишь смерти, или же, наоборот, ты стал более тревожным? Скажи, пожалуйста. Ты знаешь, вот я сделал в Милуиме уже больше полугода, и сейчас снова вернулся, и на одном из последних инцидентов, это у нас называется, когда привозят тело, я вдруг осознал, что я впадаю в какое-то определенное состояние транса, когда привозят тело, которое меня немножко как бы отключает от реальности, и я просто становлюсь инструментом, который выполняет вот эту работу. То есть это может, ну это не происходит осознанно как-то или еще что-то, я просто в какой-то момент понимаю, что я вхожу вот в это определенное состояние, и все, я нахожусь полностью там, я не ассоциирую ни себя с собой, ни это тело с какой-то личностью, ничего, я выполняю вот эту вот работу, понимая святость тела погибшего солдата, понимая святость миссии. Это молодые ребята, такие прямо... Да, и вот я выхожу из этого состояния, когда что-то личное цепляет глаз, например, у одного бойца были часы, почти как у меня или как у тебя, беговые часы, которые идут. Он не идет уже, а часы идут, и тут ты понимаешь, это человек, который пробежки делал, у него какие-то были достижения, и ты начинаешь себя ассоциировать, и эти моменты, они тяжелые. Или когда ты видишь, у нас там есть опознание личное, когда приходят его друзья, его сотоварищи, и когда ты видишь их реакцию, тогда это тело обретает какую-то личность. И это тяжело. Но на самом деле параллельно с этим происходит глубокий разговор о смерти, потому что вот мы все стремимся, мы хотим счастливую жизнь, мы хотим поменьше волноваться, поменьше того и сего. И я в том числе, но сейчас уже, наверное, меньше, мы убегаем от темы смерти, что все вот это когда-то закончится. Все, кто вокруг нас когда-то закончится. Весь мир когда-то... Материальный. Материальный когда-то закончится. И мы от этой темы убегаем, и с ней не сталкиваемся. А я как бы вот так вот воочию столкнулся. Ну, мне пришлось видеть разные... Сотни, да? Ты с 7 октября начал работать или после? С 8 ноября. А, уже. Я в войну сделал курс молодого бойца и приступил. Я видел, да, сотни тел. И наших, и были у меня миссии, когда я занимался телами террористов, которые были уничтожены тут на территории Израиля. И это такие вещи, которые я, наверное, только в фильмах ужасов видел. Я даже не смотрю фильм ужасов. Я не могу смотреть. Знаешь, сейчас шутка такая ходит. Я в конце рабочего дня смотрю фильм ужасов, чтобы как-то немножечко успокоиться. Вот это... Да, конечно. И на самом деле тут много всего включается. Тут включается и механизм юмора, потому что чтобы со всеми этими вещами справиться, нужно как-то с иронией подходить. А как это повлияло, если ты сейчас глобально смотришь на твою внутреннюю эмоциональную жизнь, на психологию, на отношения с женой? То есть вот произошли в тебе изменения, если произошли какие? Определённо да. Я думаю, что эти изменения, они ещё в процессе. И они связаны прежде всего с тем, что я конечен, и вот то, что я сегодня могу сделать, вот я вот это вот делаю. И если я что-то не сделаю, ну ничего страшного. Да, то есть ты стал спокойнее? Мне кажется, да. Но тревога, она тоже пока не ушла. Особенно, когда я нахожусь не на базе. На базе я очень, я хорошо сплю на базе. Вот меня это очень удивило. Один раз в шаббат я встал ночью по нужде и прохожу мимо холодильника, и вспоминаю, что там тело. И думаю, ой, как я сейчас усну. А это было часа три ночи. Лёг, уснул вообще, как мёртвый. Это что называется. И находясь в активной деятельности, даже когда нет работы, по большому счёту, я нахожусь на базе, в форме, с оружием. Я понимаю, что я при деле. Я не просто наблюдатель новостей. Я могу что-то сделать и повлиять. И тогда мне спокойно. Но когда я дома, когда все эти новости, это вот постоянная тревога. Но я новостям не верю. Самые для меня обманщики – это журналисты. Вообще не верю. Просто одним словом. Вот я конкретно, они обманывают, они врут. Все новости – это ложь. А я тебе хотел рассказать про Сон, чтобы переключить тему. Я был в Цфате где-то, может, месяц назад. И пустой город. И вообще пустой просто. Мало людей, обычно там много. И вдруг я вижу, я верю тоже, РКХ пройдет, это частное проведение. Стоит какой-то парень такой. Я спрашиваю его. Ну, что-то у него спросил. А есть ли тут комнаты переночевать? Он говорит, да, у меня есть комната классная. Я хранитель синагоги Равьосов-Каро. Равьосов-Каро – это, значит, ну, создатель Шелхоноруха. Есть там синагога. Наша семья 500 лет хранит эту синагогу. Я говорю, так был же Цфат весь разрушен этим землетрясением. Он говорит, правильно, вот стена 2 метра шириной, стена, которая осталась от этой синагоги. И вот этот вот пол остался. Все, ту стену восстановили. И говорит, есть комната, как раз она вот в этой стене, это было раньше в этой синагоге. Она пристроена к этой стене. Есть окно вот в этой вот стене, 2 метра такая, как ниша. Ну, не окно, а ниша, там стоят стендеры. И прямо окно выходит на ту синагогу, где сидел Равьосов-Каро, его Беддин, его суд. Говорит, можешь там остаться. И это пустое здание, синагога. Я говорю, да. А известно, что Равьосов-Каро приходил ночью Мадид, это как ангел, который его обучал Торе, там все, который с ним он общался, с ангелом. Думаю, может, он сейчас тоже придет. Я остаюсь там ночевать. Ну, значит, пустое здание, никого нету, тишина, город пустой. Я как-то лег спать, ну, ангела не дождался, в синагоге темно, вот такое место. И, значит, вдруг я через полтора часа просыпаюсь от дикого страха. Не просто вот меня аж трясет вот так вот. Я думаю, что это такое? А я знаю много разных техник, как успокаиваться, и благодарность, и там йога-нидра, и там, ну, то есть все я делаю, не могу успокоиться, у меня страх такой, что капец. Ну, а там темно, тут людей нет, у меня пистолет с собой, все заперто. Я думаю, ну, ложусь, у меня часы показывают стресс 90. 90 уровень стресса просто зашкаливает, сердце обколотится, все. Я не могу понять ни одной причины, физической, для того, чтобы бояться, нет. Но я до пяти утра не мог заснуть, в пять утра вышел, сел в машину и поехал в Иерусалим, значит, такой у меня был опыт. Что иногда вот это состояние треводия... Так ты думаешь, что магит пришел к тебе? Я не знаю, почему это было. У меня нет ни одного ответа. То есть есть у человека три разных мозга, еще плюс отдельно душа. Это я знаю. Есть рептильный мозг, это инстинктивный, есть мозг млекопитающего, эмоциональный, есть неокортекс, есть душа, которая... В Талмуде написано, что когда человек испытывает тревогу и нет никаких причин, он использовал все возможности, то его мозаль, его ангел сверху, он что-то видит. И, возможно, мой мозаль там увидел что-то, что он сильно испугался, этот ангел мой, который наверху. И это мне передалось. Но вот был такой у меня случай, просто чтобы чуть-чуть выйти из твоего холодильника и вбоситься и перейти на другую сторону. Тебя сильно впечатлило. Да, хорошо. Давай какое-то пожелание. Что ты пожелаешь людям, которые нас сейчас посмотрят? Какое-то пожелание? Какой-то совет, может быть? Есть у тебя какой-то совет, пожелание? Есть у меня такой совет. Это тоже подведет все сказанное в предыдущих, во всех блоках. Я желаю каждому найти свое место в этом мире, каждому найти свое предназначение. И особенно в наше непростое время, в том историческом моменте, в котором мы живем на разных концах света, найти себя, себе применение. И это очень сильно успокаивает, когда ты чувствуешь, что ты делаешь то, что сейчас хочет тебе Всевышний, то, для чего ты пришел в этот мир. Поэтому я всем желаю этого. Класс. Хорошо. Задавайте вопросы, пишите свои инсайты, что для вас открылось во время этого видео. Задавайте вопросы. Среди тех, кто задает вопросы, или гостю, Йосиф Шулинин, или же есть ссылочка, кстати, на его инстаграм. Он делает очень интересные рилсы про Израиль, про войну. То есть очень у него такой взгляд. Я, кстати, обратил внимание, что ты ничего не боишься. Наверное, это из-за того, что ты с автоматом и набосись. Но очень он делает эти яркие, необычные темы затрагивает. И задавайте вопросы ему в комментариях, и следующему гостю, и мне, и среди тех, кто задает вопросы, мы будем разыгрывать книгу Мишли «Притчи царя Соломона» с комментариями Ицхака Пентусевича моими. И желаю вам, чтобы вы видели милость Всевышнего, благодарили, и Всевышнему не приходилось вас пробуждать через какие-то сложные ситуации.